Молодая гвардия 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 «Ничего же вы ко мне пристаете! Ей-богу, я вам ничего не скажу!» Тогда гестаповцы решили применить психическую пытку. Они привели в камеру мать Сергея и начали при нем истязать старушку. Сергей молчал. Тогда палачи спробовали другой метод. В присутствии матери они три раза подвешивали Сергея в петле к потолку, а раскаленной иглой выкалывали ему глаз. Сергей молчал. Молчала истаруха мать. Даже стоны не услышали палачи. И таким, неподвижденным, гордым Сергей шел к местомучительной казни. 31 января 1943 года немцы шевернули полуживого юношу воина в шор шахты и вслед за ним сбросили туда тяжелую железную вагонетку. Так погиб за свою страну Сережа Пеленин. Мы, молодое поколение, живущее в 21 веке, мы, юная гвардия, учащихся школы номер 4 имени героя Северского союза Сергея Гавриловича Тюленина. Мы знаем, помним, чтим подвиги наших героев. Я, Сергей Тюленин, клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Необычайная стойкость, бесстрашие и выдержка Сергея Тюленина бесили гитлеровцев и вызывали у них чувство бессилия и растерянности. Бывший начальник Краснодонского жандармского поста Отто Шен на следствии признал, что Тюленин держал себя на допросе с достоинством. И мы удивлялись, как могла у еще молодого человека выработаться такая крепкая воля. По-видимому, презрение к смерти породило в нем твердость характера. Во время пыток он не проронил ни слова о пощаде и не выдал никого из молодогвардейцев. 31 января 17-летнего участника молодой гвардии фашисты сбросили в шуб шахты номер 5, похоронен в братской могиле героев на центральной площади города Роснодон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из воспоминаний друга Сергея Тюленина Николая Сыщенко Сергей очень много времени отдавал чтению. Читал за поем все, что попадало ему под руки. Его начитанности, осведомленности можно было позавидовать. Приходя на занятия в струнный кружок, он всегда исчезал в библиотеке клуба. Это из уст Сережи мы впервые узнали о полете Валерия Чкалова из Москвы в США. Этот триумфальный подвиг скружил голову всему молодому поколению. Не прошел он бесследно и для Сережи. Тайно, приспособив под парашют простынь, он стал тренироваться в прыжках с крыши своего дома. И сто раз прав Фадеев в том, что у Сережи было орлиное сердце, преисполненное отваги и дерзости. Член штаба подпольной организации молодая гвардия 17-летний Сергей Тюленин 31 января 1943 года был сброшен в фуршахты номер 5. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok